Сегодня в республике с официальным визитом побывал министр культуры России. Владимир Мединский обсудил с региональными властями подготовку к грядущим юбилейным датам. На повестке дня и участие Чувашии в национальных проектах. Какие возможности открываются перед республикой? Подробности у Дмитрия Ковалева. Сосмотровой площадки дома правительства столица региона как на ладони. К своему юбилею чебоксары преображаются. Многомиллионные суммы направили на ремонт объектов культуры. Виды города с высоты птичьего полета федерального министра впечатлили. О визите в республику фото на память. Подробные фотоотчеты рабочих поездок Владимира Мединского публикуют в инстаграме. И сегодня на его аккаунте ввели прямую трансляцию заседания комитета по подготовке к юбилейным датам. То, что в одном регионе два года подряд проводят праздники такого масштаба, случай исключительный, говорит руководитель ведомства. В рамках этого двойного юбилея проходит большая работа, в которой задействована значительная часть федеральных министерств, практически все официальные ведомства на республиканском и муниципальном уровне. Всех источников финансирования предусмотрено 627 миллионов рублей, в том числе 430 и средств федерального бюджета. По итогам 2018 года проведены ремонтные работы в 21 культурном учреждении, реставрационные работы на 8 объектах культурного наследия. На эти цели выделено около 200 миллионов рублей. Глава республики отметил, что указ о проведении двух юбилейных дат стал стимулом для масштабной работы по ремонту объектов культуры и благоустройству столицы. В Чебоксарах реализовали инвестиционный проект «Этническая Чувашия». За 5 лет создано 22 объекта, обеспечивающие инфраструктуру и 14 объектов туристической инфраструктуры. Логическим продолжением станет проект «Туристический кластер Чувашия и сердце Волги», что повысит туристическую привлекательность прибреженных общественных пространств. Для дальнейшего благоустройства Красной площади и набережной Волги республика получит еще 1 миллиард 800 миллионов рублей. Постановление подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым. В Ростуризме отмечают, что у региона большой потенциал. Что касается реализации мероприятий федеральной целевой программы, которая завершена в прошлом году, республика участвовала с 2013 по 2018 год с общим объемом финансирования в этой программе республики 4,7 миллиарда рублей. Что касается привлечения средств из небюджетных источников, здесь тоже все прекрасно. Объемы, которые предусматривают все, которые я говорил, 3,4 миллиарда, они перевыполнены и на 108% средства привлечены. На финишной прямой подготовка юбилейной программы. Так власти города сделали акцент на истории Чебоксара. В каждом классе проведем урок истории города, конкурсы стихов и сочинений. Расскажем и о самых ярких страницах истории города. Например, о том, что в середине 16 века по указу Ивана Грозного была построена крепость Чебоксары, Веденский собор и Свято-Троицкий мужской монастырь. А накануне столетия образования Чувашской автономной области дата будет отмечаться в следующем году. Намерены провести Дни культуры в регионах страны. В программе и масштабные фестивали республика готовится принять немало гостей за рубежом. Международный этнокультурный форум «Золотая колыбель», межрегиональный музейный фестиваль, межрегиональная выставка в области культуры и туризма регионных сотрудничеств без границ, Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Накануне столетия в республике планируют провести ремонт и реставрацию 56 объектов. Реализацию национальных проектов Владимир Мединский и Михаил Игнатьев обсудили на рабочей встрече в приоритете строительства новых домов культуры и кинозалов на селе. Теперь касаясь инвестиционных расходов, касаясь федерального проекта «Местный дом культуры», вот в этом году на капитальный ремонт, модернизацию в 828,6 миллиона рублей все заложено. Сейчас уже будем объявлять конкурсы. Если взять расходную часть бюджета, которую мы приняли уже на этот год, с учетом мероприятия национального проекта, выделено будет 2,661,000,000 рублей. Это срос на 104,4%. По уровню заработной платы, среднеэкономический уровень мы поддерживаем. По прошлому году 24,326 рублей. Республика может включиться и в программу развития детского культурного туризма. В основном он распространяется на те регионы, которые за Уралом, но в принципе мы могли бы вовлечь, предложить в этой программе активнее участвовать, тем более в связи с юбилейными датами и чувашским школьникам. Главное, чтобы ребенок к нам приехал с сопровождением, а дальше будет посещение лучших театров, музеев, интересная программа. У республики есть шансы стать и постоянной съемочной площадкой. Для этого, отмечает Владимир Мединский, необходимо создать специальную комиссию, которая будет поддерживать кинопроизводителей. Самый главный эффект от популяризации региона потом и от роста туризма. Поэтому, во-первых, я предлагаю вам подобную кинокомиссию создать по образцу Калининграда, Новгорода, Владивостока. Обсудить эту тему предложили позже. В республику должны приехать руководители крупнейших кинокомпаний страны. Покажите, где снимут, ну где еще Волгу-то снимут, как у него у вас. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.